вернулся к нам фэтбайк который мы делали откатался на какое-то время и у него возникли следующие проблемы первое крышка мотора не герметично и силиконовая смазка вытекает из редуктора значит мотор нагревается расширяется плюс он катается зимой то есть он замерзает все помещение заносит он оттаивает то есть идут какие-то расширения и крышка к сожалению не герметично там никакой резиновой прокладки китайцы не поставили и откуда то вот с этой стороны сочится силикон соответственно будем снимать мотор снимать крышку все это обезжиривать наносить герметик автомобильный наливать силикон опять и опять его герметизировать но опять же проблема в чем то есть мы из любого мотора все равно будет через подшипники сочится герметик дальше у нас здесь такая проблема с обмоткой надо будет ее как-то термоусадкой накрыть чтобы провод не повреждался видите так и условиях велосипед эксплуатируется самая большая проблема сгорел контроллер то есть тот контроллер который мы тогда перепаяли который покрыли лаком герметизировали что-то с ним произошло то ли сгорел сам контроллер то ли вот с ручкой что-то произошло сейчас ручки нету что там закоротила и непонятно то есть искали причину клиент сначала самостоятельно пытался починить но не смог при нем с нам и мы тоже не смогли починить сейчас приехал новый контроллер а он не влезает то есть вот эти вот выступающие части под винты они очень сильно торчат и контроллер здесь не помещается сейчас я буду их срезать и будем переделать опять все разъемы на герметичные ставить новый контроллер и ставить ручку или старую если получится ее починить то что она сейчас в разогранном состоянии очень сильно находится там окислившиеся контакты очень сильные или будем что-то новое придумывать в общем ремонт продолжается к чему я все это говорю любые дешевые китайские запчасти к сожалению могут выйти из строя по непонятным причинам как не нам непонятно не клиенту что происходит то что он катался и все было хорошо а потом в какой-то момент стало все плохо но опять же есть вероятность что погодные условия влияют то есть снег дождь влага конденсат и все это постепенно отражается на электронных компонентах внутри велосипеда так угадайте зачем веломастерской нужен паяльник контроллер от электро велосипеда лежал в таком корпусе за часть крепилась к раме есть еще другая крышка и контроллер не помещается в раму потому что вот эти выступы слишком сильно торчат наружу вот это вот так вот это выглядит дальше крыш контроллеров с такими трещинами соответственно перед тем как вырезать вот эти выступы нужно как-то это все закрепить потому что по большому счету крышка дальше не лопается из-за того что эти вот части как раз дальше туда трещина не пошла вглубь трещина только снаружи идет и где-то я видимо видел или запомнил не знаю пришла мне такая мысль скорее всего где-то я это видел такой ремонт то есть берутся скобы от степлера сюда вот они паяльником горячим выдавливаются изнутри соответственно зажимаются чтобы трещина дальше не расходился потом паяльник можно также корпус немножечко проплавить сейчас я вот этим и займусь такой вот у нас велосипедный ремонт скажем так с этой стороны я все вков скобки вплавил и паяльником размазал края трещины здесь получается так вот они согнуты сейчас я попробую сюда вдавить может быть получится обещали неделю как обычно прошло уже больше времени потому что много работы и ремонт велосипедов это не основная деятельность значит и так у нас был полностью нерабочий контроллер и попытка самостоятельного ремонта к сожалению все не помогло причина возможно было в ручке потому что ручка была вот она видно треснутая там внутри окислились контакты и ручка не работала был сгоревший датчик холла тест на все там внутри пропаяли поменяли датчик холла и приехал новый контроллер он в два раза больше такой огромной коробки он идет соответственно расковыривали корпус все туда упаковывали провод питания туда не поместился то есть по хорошим над новый корпус что тоже не родной это какой-то самодельный корпус не не снизу раму он по крайней мере должен крепиться то есть не помещается контроль труда все разъемы дважды перепаивали что все очень компактно уместить здесь то же самое термоусадка через разъем не налезает просто намотали изоленты сюда бы какой-нибудь пластиковый наконечник типа из полипропиленовой трубки сюда что-то заглушку сделать чтобы не повреждались провода момент падения или прислонения колеса какой-нибудь тени сняли крышку на крышке конечно очень много там всяких каверных дефектов промазали все герметиком но все равно аккумулятор мотор будет расширяться сжиматься от нагрева все равно будет через подшипники немножечко давить сейчас там достаточно достаточное количество силикона который смазать шестеренки все внутри чистое все хорошо то есть нам мазали герметиком сутки он постоял и теперь вроде бы пока не течет вот то есть у нас поэтому велосипеду ремонт ручки переделка небольшая корпуса перепайка всех разъемов на контроллере и герметизация заднего корпуса мотора вот такие вот работы посмотрим сколько в этот раз все походит будем надеяться что все будет хорошо